Привет. Как раз прибираюсь к твоему приходу. Сегодня у меня для тебя подготовлена дюжина потрясающих мозговыносящих фактов, которые ты бы никогда не загуглил. Приготовься часто говорить. Вы вообще задумывались, как выглядели первые пылесосы? Та еще хохма. В самом начале 20 века изобретатель Хьюберт Сесил Бут представил миру один из первых пылесосов. Вроде как его компания и придумала это название. Ведь до этого чистящие приборы не всасывали пыль. Так вот его изобретение называлось пыхтящий Билли и работал на бензине. Но он был слишком большой, чтобы использовать дома, а поэтому его катали лошадью. И шланги протягивали в квартиры людей. Вы только посмотрите киберпанк, который мы заслужили. Короче, первые пылесосы были скорее услугой, чем личной вещью. Если ваша кошка жалуется на ваш пылесос, то просто покажите ей вот эту огромную хрень. Она сразу поймет, что все не так уж и плохо. Но это не точно. 50 на 50. Надо монетку подкинуть. Забыл, что вообще загадывал. Не суть. Меня одного бесит этот тупой металлический запах от них. Сразу охота руки помыть. А вы хоть когда-нибудь пробовали нюхать монету, не соприкасаясь с ней руками? Остановите ролик и попробуйте. Вы не почувствуете ничего. Все потому, что воняет на самом деле не она, а вы. Что? Запах металла на самом деле иллюзия. Ваш пот соприкасается с атомами металла, появляются химические соединения, которые как раз и дают этот запах, который мы по привычке называем металлическим из-за ассоциаций. И мой мир, кажется, уже не будет прежним. Хотя ничей мир уже не будет прежним из-за обстановки вокруг. Сейчас как никогда популярно слово карантин, да? Но мало кто задумывался о его этимологии. Словосочетание Quaranta Journey использовали в Венеции во времена чумы. Корабли, которые приплывали, должны были находиться на воде еще 40 дней перед тем, как люди смогли выйти на берег. Это словосочетание и переводилось как 40 дней. От этого и пошло слово карантин. 40 дней без интернета. Нет, спасибо. У меня работа есть и дедлайны вообще-то. Дедлайн. Модное зумерское словечко. Мы не можем успеть что-то сделать, а то будет плохо. Ой, не могу погулять, у меня дедлайн. Нет времени, у меня дедлайн. Да если бы у тебя на самом деле был дедлайн, ты бы умер. Что? Смотрите, очевидно, что если разложить это слово, то оно будет означать мертвая линия. И прям это оно и означало на самом деле. Начиная со второй половины 19 века его начали использовать в тюрьмах и колониях. В определенных местах были установлены невысокие заборчики, которые нельзя было переступать. А иногда это были даже не заборы, а просто воображаемая линия. Но все знали, что подходить к ней лучше не стоит. Ну для того, чтобы оградить преступников от чего-то важного или же просто издевательски ограничить место передвижения. И если ты ее переступал, с тобой никто церемониться не собирался. Сразу получал пулю от охранников. Это настоящий дедлайн. У меня не настоящий, поэтому я могу позволить себе посмотреть какую-нибудь документалку. Идет всего 134 часа. Как раз столько у меня и есть. В 2011 году норвежская обещательная корпорация выкатила документальный фильм, который и правда шел 134 часа. Прям по телеканалам без перерыва. Хотя документалкой я бы это назвал с натяжкой. Там просто был снят полный маршрут судна. Хуртигрутен. Хуртигрутен. Вроде. Ну зато в книге рекордов оказались. Хотя я бы дал еще одну номинацию. Самая скучная движуха в мире. Ведь даже реклама во время просмотра и то была бы интереснее. Но там ее даже не было. Убейте меня. Ладно, вообще-то я не такой сноб. На самом деле во время каждой остановки была какая-то движуха. Люди болтали. Для них это был прям праздник. До сих пор все записи есть на сайте, который я оставлю в описании. Достаточно залипательно. И тем не менее. Лучше посмотрю какой-нибудь концерт. О, отлично. Вот этот мне подходит. Посмотрю его и все успею. Ведь он идет всего-то 639 лет. Американский композитор Джон Кейдж любил экспериментальную музыку. Авангард, что-то необычное. Наверное самое известное его произведение называется 433. Это 4 минуты 33 секунды, когда все музыканты не играют ничего, а зрители слышат только звуки окружающей среды. Я не хочу никого обидеть, но кажется этот мужик лажает. Кавер на Джона Кейджа. Спасибо. Тамада молодец и конкурсы интересные. Но в 1985 году он напишет кое-что чуть менее странное. Композицию, темп которой не укажет. Задумка в том, что каждый будет играть ее по-разному. Но в основном это занимало от 20 минут. Она называется as slow as possible. То есть как можно медленнее. Через 2 года она будет написана и для органа. И вот тут уже музыканты устроили разгуляй. Кто-то играл ее 8 часов, кто-то 14, кто-то аж 24 часа. Но это люди. Они для такой композиции слишком смертные. Нужно было еще, еще медленнее, еще медленнее, еще медленнее. Было решено построить специальный орган и поставить его в церкви святого Бурхарда. И в 2001 году начался концерт. Послушайте. Потрясающе. Так ничего не слышно. Ты просто не шаришь. Концерт начался с паузы, которая продлилась 17 месяцев. И затем раздался первый аккорд. Он длился 518 дней. А второй 516. Ну и так далее. Воздух на постоянке нагнетается, проходит через трубы, тем самым создавая аккорды. И даже если электричество вырубят, всегда есть генераторы и солнечные панели. Поэтому все в безопасности. И по идее композиция должна закончиться в 2640 году. Но что-то мне подсказывает, что она правда закончится. Ведь это что-то вроде истории. Такая глупая мелочь соединяет целые поколения. Надеюсь, человечество еще будет существовать, кстати. Потому что для смены аккордов нужен хоть кто-то, кто поставит новые трубы для новых звуков. Эх, какое же будет представление, когда концерт закончится. Жаль, никто из нас этого точно не увидит. Даже грустно стало. Но предлагаю погрустить еще немного. Я тут наткнулся на очень милую организацию. Два друга дайвера однажды заметили, что состояние рифов, которые они посещали, постепенно ухудшается. И поэтому они решили что-то предпринять. Они придумали вот такую конструкцию. Это рифовый шар, который опускается на дно. Он состоит из природных материалов и стал идеальной средой для появления новых домов для морских обитателей. В итоге это стало востребованным и было размещено более 700 тысяч таких вот шаров в разных местах. Но однажды тесть одного из этих ребят заболел и рассказал за ужином, что хотел бы быть похоронен в одном из таких шаров. Так и произошло. Его прах смешали с материалом для этого шара и он стал частью океана. И не просто частью, а большой помощью для него. Слухи ползли. Люди хотели так же, ведь это в любом случае лучше и полезнее, чем гнить в земле. Поэтому у компании появилось еще одно направление. Вечный риф. Так по сей день существуют целые подводные захоронения и постоянно появляются новые. Безумный символизм, смешанный с помощью окружающей среде. Что может быть прекраснее? Ну разве что космос. Смотри, падающая звезда. Давай желание загадаем. Приберегите свое желание. То, что вы видите в небе может оказаться совсем неромантичным. Дело в том, что космонавтам нельзя взять с собой огромное количество трусов и носков. Место, деньги. Поэтому им приходится носить все это дольше, чем носим мы. Ну многие из нас. Плюс стирать там не получится, только воду переводить. Поэтому и существуют грузовые беспилотные космические корабли, которые доставляют им все необходимое с земли. При этом забирают всякую просрочку, грязные трусы и некоторые могут даже это доставить на землю. Но часто эти корабли невозвратные. То есть сгорят в нижних слоях атмосферы. Сделая ту самую падающую звезду. А загадывание желания на чьи-то желтые трусы это конечно такой себе вариант. Хотя все равно не сбудется. А я между прочим всегда хотел себе красивую бороду. Но растет всего три рыжие волосины в разброс по всему лицу. Поэтому я всегда завидовал мужикам, которые ходят в барбершопы. Сидят там такие. Поднимите кстати руки те, кто туда ходит. Ну чтобы подстричься там или за бородой поухаживать. Опустите. Это не важно совсем. Ведь речь пойдет об этом. А такую вывеску видят совершенно все, кто гуляет по городским улицам. Посмотрите, как красиво. Да, это действительно символ барбершопов. И у него есть определенное название. Барберс пол. Что в переводе будет столб барбера. И большинство из вас понятия не имеет какая у него сумасшедшая история. Люди с незапамятных времен срезали лишнюю растительность с головы. Поэтому было неминуемо появление специальных мест, где они могут это сделать. Но нас интересуют конкретно средние века. Когда появились так называемые барбершопы. Где людям делали стрижку барберы или цирюльники. Но факт заключается в том, что им делали далеко не только стрижку. Но и проводили хирургическое вмешательство. Что? Как я понял, так вышло благодаря тому, что медицинской помощью в то время часто занималось духовенство. Но в 1215 году состоялся 4-й латеранский собор, на котором им запретили заниматься хирургическим вмешательством. А поэтому это должен был делать кто-то другой. И помимо священников, которые ушли из церкви и врачей-шарлатанов, это задание досталось барберам. Барберам-хирургам, если быть точнее. Пришел такой подровнять челку, а заодно сделал кровопускание, поставил пиявку, вырвал зуб, ну и что-то небольшое ампутировал на сдачу. Да, и это все входило в их обязанности. У них даже своя гильдия была, которая, кстати, начала конкурировать с гильдией настоящих хирургов. Но в итоге они вообще объединились и получилась почетная компания барберов и хирургов. По итогу там остались только хирурги. Но я вообще о чем хотел рассказать. Вот это хреновина. Так как это было давно, а такая мелочь не сильно документировалась, мнения о ней расходятся. Но точно известно, что это было что-то вроде рекламы барбер-хирурга. Сам столб олицетворял палку, которую сжимал пациент во время кровопускания. Потому что в основном этим тогда и занимались. Это не имело смысла, конечно, но это же средние века. Как будто там что-то вообще имело смысл. Красный цвет, скорее всего, означал кровь. Белый означал или перевязку, или кости с зубами, тут хрен разберешь. Ну а синий или вены, или просто как один из национальных цветов, когда их начали использовать в штатах. Так и прижилось. Теперь это на каждом шагу, но к реальной истории не имеет никакого отношения. По крайней мере я очень надеюсь, что ваш стоматолог и парикмахер это два разных человека. Что интересно, слова парикмахер и парикмахерская появились после всего этого и изначально действительно относились к парикам, когда носить их было модно. Но и это далеко не все. Со временем они эволюционировали и начали вращаться и даже обзавелись своей визуальной иллюзией, на которую обратили внимание аж в начале 20 века. Полоски очевидно вращаются вместе с шестом, но если всматриваться, то создается ощущение, что полосы просто едут вверх. Это странно, но на то это и иллюзия в общем-то. Но нет ничего страннее самой природы. Группа исследователей на Гавайях на протяжении долгого времени наблюдает за тюленями. Все было нормально, но в какой-то момент они начали видеть тюленей с огромным угрем в носу. Сначала все подумали, что это какая-то шутка, но потом стало не смешно. Ведь угорь реально может мешать тюленю плавать и добывать пищу. Поэтому их начали удалять. Они рассказывают, что это был как будто трюк фокусник. Они просто тянули, а угорь все не заканчивался. Никто так и не выяснил, как это вообще происходит и как угри заплывают и застревают в носу. И если инициаторы этого сами угри, то это конечно очень тупо с их стороны. Какая тупая смерть. Хотя что вы вообще знаете о тупых идеях? Уильям Джордж Краш в 1896 году придумал потрясающий рекламный трюк. А давайте построим кусок железной дороги и столкнем на полном ходу два логомотива. Вход сделаем бесплатным, но цена билета до этого мероприятия будет 2 доллара из любого места. Гений. И это сработало в общем-то. Мероприятие очень хорошо разрекламировали и на него приехало огромное количество человек. Огромное в смысле огромное прям. 40 тысяч или типа того. Но вы же понимаете, что если этот факт в этой рубрике, то что-то произошло. Например, столкновение, как и рассчитывали. Только вот кажется о физике никто не знал. Обломки разлетелись в разные стороны. Сразу убили двоих. Шесть сильно пострадали, а фотографу выбило глаз. Вот эти конкурсы конечно не такие интересные. Но зато реклама получается правда сработала. Ты что шевельнулся? Фух, так долго рассказывал, что аж в туалет захотелось. Вам знакомо забавное выражение, сейчас мочевой пузырь лопнет. А вы бы не смеялись, если бы он правда лопнул. И кто бы мог подумать, что тут замешан алкоголь. Смотрите, этиловый спирт, содержащийся в алкогольных напитках, вызывает повышенное образование мочи. А это не бесконечный мешок, как мы знаем. Плюс к этому большое количество алкоголя притупляет чувство, что нужно сходить в туалет. И все эти факторы критичны, если вас на танцполе кто-нибудь толкнул случайно. Есть небольшая вероятность, что он действительно лопнет. Например, в научном журнале BMJ было описано три случая, когда у девушек после выпитого алкоголя лопался мочевой пузырь. Но также упоминались и ситуации с мужчинами. Думаю о неприятных последствиях такого вам и говорить не нужно. Как же потно, согласны? На момент съемки видео на улице сумасшедшая жара и спасать только канди и мороженое. И с последним, кстати, связан интересный факт. Я думаю, совершенно каждый после того, как быстро ел мороженое или быстро пил холодную воду, сталкивался с резкой головной болью. В простонародье это обозвали у меня мозг замерз. Было бы смешно, если бы это не была чистая правда. Excuse me, что? Дело в том, что у этого есть даже научное название и ученые долгие десятилетия не могли понять, почему так происходит. Но в 2012 году был проведен научный эксперимент. Наблюдение за кровотоком добровольцев, которые испытывали как раз эту заморозку мозга. Оказалось, что мозг-то действительно замерзал. Ну, точнее он так думал. Резкий перепад температуры заставлял переднюю мозговую артерию расшириться, а мозг получал больше крови, чтобы согреться. Но приток повышал давление, поэтому была резкая головная боль. И как только артерия сужалась, ведь опасности нет, боль проходила. Если все так, то это в дальнейшем даже поможет в лечении, например, мигрений. Было бы круто, а то меня они уже достали. Главное, что мороженое это безопаснее. Вот так не стало моего деда. Мама говорила, что он был не очень умным, но мне кажется это и так понятно. Мистер Шопс, вы бы не могли еще раз рассказать историю, как вы добились таких высот? Сколько раз рассказываю о том, что просто экономлю время в пользу самых важных вещей, а им все мало. Люди всегда пытались угнаться за выгодой. Тратят свои драгоценные часы, чтобы открыть миллионы ссылок и сравнивать товары, где бы чего выхватить подешевле. Где-то и правда дешевле, но нет кэшбэка, а где-то он есть, но там дороже. Знакомо же? Так вот я просто не тратил на это время. Однажды компания Letyshops запустила новую функцию. Нужно просто вбить название товара, который тебе нужен и ты увидишь все цены и все доступные кэшбэки. Я сэкономил кучу времени и денег, выбирая лучшее предложение на сайте, чего и вам советую. Хотя забудьте, это же был мой секрет. То есть это до сих пор работает? Ну конкретно это предложение было актуальным в момент, когда я только начинал, но у них еще куча других разных предложений. Это как знаете Google. Только у него одна функция поиск выгодных товаров и бонусом еще горящий кэшбэк показывается. Как найти этот сайт? Я думаю, что это интервью мы зальем на семейный канал, который еще мой дед вел. Поэтому ссылку можно будет найти в описании. Пройдете, зарегистрируетесь и начнете наконец экономить. Может рано или поздно интервью будут брать уже у вас. Ну что, спасибо за просмотр этого лайтового ролика. Обязательно ставь лайк, если чего-то не знал. Ты же вроде замерз. А это другая реальность. Все в порядке. Я пошел придумывать новую рубрику. Не скучайте тут без меня. Мне даже уходить никуда не надо. Я прямо сидеть буду. Ой, какие идеи. Прямо сыпется из головы. Скоро будет рубрика. Найс. Мозг еще не отмерз. О, я спрессирую. Стоп.